Всем здарова, меня зовут Диана и по названию этого видео вы поняли, что сегодня я расскажу вам про то, что в моей косметичке. Я вам расскажу про продукты, без которых я вот просто никуда. И если я соберусь куда-то поехать, то со стопроцентной вероятностью, со стопроцентной вероятностью я возьму именно их с собой. Собственно, вот в такую косметичку у меня это все вошло. В общем, да, и здесь правда продукты, которые помогут составить абсолютно любой образ на любое мероприятие, помогут друг друга дополнить. В общем, да, давайте начнем, чтобы, собственно, уже... Хотят сказать, давайте начнем, чтобы, собственно, уже начать. Это помадки от Freedom Makeup, то есть в принципе помада для бровей, это просто мой must-have. И для меня от этой фирмы это лучшие помады в плане цены и качества. Также они еще водостойкие, даже если вы будете плавать, брови ваши будут на месте. Это в оттенке Taupe и Medium Brown. Я их миксую. Вначале брови наношу Taupe, в конец брови... в конец. На хвосте брови наношу Medium Brown. Мне они действительно очень нравятся. И также я все закрепляю в браунграм от Maybelline, но это не такая обязательная вещь. Эти продукты и так держатся хорошо и без геля для бровей. Для меня именно в бровной, в бровной индустрии, в индустрии бровей, самое удобное это помады. Потому что мне намного комфортнее носить не карандашом, а скошенной кистью, вырисовывая форму, волосок за волоском. От Maybelline на самом деле я очень долгое время использовала тени Color Taupe 24 часа. Правда, вот не помню, в ком оттенке, но там у них есть матовые оттенки. И в принципе их можно использовать для бровей. Опять же, будут водостойкими. Как бы, почему нет? В принципе, просто не зацикливайтесь на том, что если написано то, что это тени, то вы можете использовать только как тени. Это неправда, это моразм. Забейте на это. Как в комфорт, так и используйте. Давайте перейдем к глазам. Тени, которые я сейчас точно буду брать с собой в каждой поездке и использовать просто постоянно. Это вот такая малютка от Too Faced под названием Chocolate Chip. Здесь у нас 11 цветов и вот такое просто огромное зеркало. Матовых цветов целых 4-5 матовых оттенков. Огромный белый, такой бежевый, еще более бежевые. Немножко такой сероватый коричневый. И еще темнее, немножко коричневый с небольшими золотыми блестками. И дальше идут просто шикарные шиммерные. Это белый, блестящий шиммерный, который вы можете использовать на веке, как хайлайтер, чтобы просто взрывалось все. В общем, для меня, мне кажется, это просто идеальная палетка. В общем, эту малютку я точно буду всегда возить с собой. Сейчас я ее меньше использую, потому что мне ее жалко. Я думаю, зачем? Я лучше буду использовать свои огромные другие палетки. А это я буду таскать с собой, возить с собой. Любовь просто forever на века. Дальше мой мастхед это то, что я показываю вам уже, по-моему, на протяжении 4-х лет точно. Это подводка для глаз от Essence Eyeliner Pen Waterproof. Будьте осторожны, потому что есть два вида этой подводки. Есть, как у меня, которая с тонкой кисточкой, с короткой. А есть, которая, по-моему, называется Super Fine. И она очень длинная, и она ужасная. Она реально супер неудобная. А вот эта вот стандартная, она очень крутая. Она очень долго держится. Как-то раз я даже просто полностью с макияжем купалась в бассейне и в море. И эта подводка просто стала на глазах немножко светлее, но она не смылась. И я считаю, что это просто потрясающе. Я ее обожаю. Самая дешевая и самая лучшая подводка, которая когда-то у меня была. Я просто сторонник именно водостойкого макияжа. Тушь, подводка, тени. Лучше использовать водостойкие продукты, которые, естественно, будут держаться целый день. И просто вместо обычной мицеллярной воды купить двухфазную масляную мицеллярную воду, которая, как у меня, от Гарниер. И спокойно себе, со спокойной душой смывать макияж. И при этом знать то, что вы целый день будете выглядеть просто на высоте. И даже если вам нужно будет идти куда-то на вечер, с помощью водостойких продуктов вы будете всегда просто вот замечательно выглядеть. В общем, вы поняли, да, что водостойкие продукты просто the best. Как я говорила, то, что я люблю также водостойкую тушь. И сейчас моя любимица это Too Faced Better Than Sex. Водостойкая версия, офигенная просто упаковка. Такого лазурного цвета с капельками, как будто бы она сейчас просто вся в воде. Потрясающая тушь. Я ее просто обожаю. Раньше моя самая любимая тушь была Chanel Le Volume de Chanel Waterproof. Мною сейчас появилась водостойкая Too Faced, и я беру ее. Мне она очень сильно нравится, но иногда мне хочется вернуться к Chanel, потому что у Chanel какая-то такая формула, благодаря которой мои ресницы не портились, а они росли. Смывалась очень легко, и ресницы реально явились длиннее и гуще. С этой же тушью такого не происходит, но при этом она дешевле, чем Chanel. Хотя, сказать, чем Chanel-евская ужасно звучит. Дешевые водостойкие туши я не вижу смысла покупать, потому что вы купите их парочку, и это будет стоимость одной вот такой туши, которая держится очень долго, которая не осыпается, которая не портит ваши ресницы, легко смывается и держится дольше, и она у меня не высохла в тюбике, как это происходит с дешевыми тушами. В общем, вы меня поняли. Потому что соками не было дешевых от Essence, от Catrice, от Maybelline, вот от всего просто, из масс-маркета, нету смысла. Они очень быстро высыхают, ты покупаешь себе новую, а потом понимаешь, блин, я же могла за эти четыре туши купить себе одну хорошую. Поэтому один раз лучше потратить на хорошую водостойку, чем покупать потом несколько непонятных и только испортить свои ресницы. Сейчас я вам покажу, что я использую для зоны под глазами. В последнее время я как-то очень сильно убилась по этой теме, и я считаю, что именно благодаря этим продуктам мои мешки, мои синяки под глазами выглядят намного светлее, намного лучше. И я использую те продукты, благодаря которым у меня не забиваются тональники и не забиваются консилеры под глаза. И также консилеры у меня сейчас очень хорошие. В общем, сейчас вам все покажу. Первое – это открытие, которое мне посоветовала моя подруга Катя. Мне кажется, привет, я знаю, что ты... ладно, я не уверена, но, может, это будешь смотреть, ты будешь рада, что я покажу продукт, который ты мне посоветовала. Это крем Пойот. У нас в Чехии он стоит, по-моему, 300 крон, если не ошибаюсь, я уже не помню. Это очень классный крем, который супер просто на лето. У этого крема роликовые вот такие вот шарики, и это просто такой охлаждающий эффект. Настолько приятно, можно взять с собой в сумочку, потому что он небольшой, и даже когда вы гуляете по улице, просто носите под глаза, носите этот крем. Во-первых, он высветляет зону под глазами, и это факт, это правда. Синьки действительно становятся светлее, то есть, ну, не сразу же, но с регулярным нанесением этого крема изо дня в день вы увидите разницу. Очень экономичный, недорогой, потрясающий, в общем, я влюблена в него, и теперь каждое утро мое не обходится без нанесения этого крема под свои глаза. Как-то я очень странно строю свои сегодня предложения, но знаете, как я говорю, главное, чтобы люди меня понимали, и неважно, как я это скажу. Главное, чтобы вы меня поняли. Следующее, что я, собственно, люблю на протяжении нескольких лет, это All Lift от Benefit. Это не уходовая косметика, это именно просто декоративная косметика, это подсвечивающая база под глаза. То есть, знаете, у меня такая сейчас тройная просто, просто вот, так сказать, тройной уход, так скажем. Я наношу сначала крем поет, который подсвечивает синьки под глазами, потом поверху наношу еще этот All Lift, который также еще больше подсвечивает мои синьки под глазами. И потом я использую еще консилер, и с ним просто идеально делать мейкап. Но мейкап накрасит, например, просто броми, да, свои выделил, наносит это под глаза, и у вас очень свежий и отдохнувший вид становится сразу же, просто моментально. Сейчас я вам покажу консилер, который мне дала моя мама, и я благодарна ей за это, потому что действительно потрясающая вещь. Это консилер от Bobbi Brown в оттенке 1, Portsline, или как это правильно читается, хрен его знает. Intensive Skin Serum Concealer. Такого влажного нанесения от консилера я еще никогда просто не испытывала. Серьезно, он такой легкий, такой влажный. Я настолько уже просто устала от этих безумно сухих консилеров, которые вместо того, чтобы закрывать зону под глазами, они еще больше ее выделяют тем, что ее и сушивают, и забиваются складки, ну, мимические морщины. А вот это вот, это просто потрясающая вещь, вот серьезно, просто потрясающая. Отличный цвет, я, ну, мне кажется, этот цвет подойдет всем, потому что он, то есть у меня довольно темная кожа, то есть я смуглая, и несмотря на то, что это очень светлый оттенок, я его отлично растушевываю, и он отлично просто подстраивается под мою кожу. Обожаю этот консилер. На замену нему у меня есть дешевый масс-маркетовский, дешевый масс-маркетовский аналог. Это консилер Wake Me Up от фирмы Rimmel, такой оранжевый, и он также безумно хороший. Тоже очень влажное нанесение, очень аккуратное, но пока я забиваю Бибраум, чтобы, ну, как бы, блин, что он у меня будет стоять, у меня просто давно уже стоит, я боюсь, что у него есть еще срок годности, поэтому я вот использую пока только его. Ну, переходим уже, собственно, к самому тональнику. Сейчас, конечно, летом многие используют BB CC крема, мой любимый CC крем раньше был от Luminet, пока он стал стоить под 1000 рублей, и я такая, видите, нахер CC, вы мне нафиг не знались. Сейчас я опять вернулась, реально, почему-то каждое лето я возвращалась именно к этому тональнику. Это Wake Me Up от Rimmel, он с SPF 15 в оттенке 103 True Ivory, с витамином С, и также с подсвеч... я не могу это слово никогда выговорить, с подсвечивающимися, с подсвечивающими частичками. Для кого-то, может быть, будет казаться то, что довольно толстый слой, при нанесении кажется то, что вы очень много нанесите тонального на свое лицо, но при высыхании все потрясающе. Я не пудрю свою кожу и не скажу то, что как-то она у меня сильно блестит, в принципе, кожа не жирная, и Т-зона у меня там не жирнится, прям вот капец как. А этот тональник, он у него такой вот просто влажный финиш. Да, он не подойдет у кого-то, конечно, жирная кожа, потому что будет еще жирнее выглядеть, все. Но для меня это просто идеальный тональник, я его просто обожаю. И вот серьезно, уже какое лето я покупаю именно его, ну потому что мне просто греет мысль о том, что он с защитой. Он у меня держится практически целый день, не скатывается, не сплазает даже в жару. Он не начинает у меня стекать какими-то непонятными полосами. В общем, серьезно, легкое нанесение, легкая текстура, кожа выглядит супер идеально, супер сияющей, действительно сияющей. Так что всем советую. Не обойтись нам, конечно же, без румян. В последнее время я перестала пользоваться бронзерами, только хайлайтер и румяна, которые растушевывают просто, грубо говоря, по всей щеке. Потому что как-то, ну не знаю, именно летом я как-то перестала видеть смысл от бронзеров. Как-то мне кажется, что слишком много всего на лице. У меня еще такая вот малютка от Sephora. Sephora с зеркальцем, здесь такие запеченные. Очень цвет похож на фирму Nars, оттенки Orgasm. И вот такие вот легкие, просто вот, не знаю, поросячьего, так я называю, оттенка. Для меня это тоже просто идеальный размер, идеальное сочетание, чтобы таскать с собой. И я даже говорю не чисто про эти румяна, потому что эти румяна мне подарила Sephora в честь моего дня рождения. Следующий, давайте, конечно, перейдем к хайлайтеру. И в последнее время я очень полюбилась того, что у меня немножко загорело лицо. Я все равно как бы на солнце нахожусь, как бы я, да. Вот, и в последнее время почему-то я стала любить на себе хайлайтер с желтым отливом. Потому что мне стало казаться, что на моей сомоглой коже это выглядит очень круто и очень прикольно. И я тут нашла в своих закромах, в своих просто вот залежах косметики фигмент от MAC в оттенке ванила. Это, между прочим, не полноразмерная версия, потому что я не видела смысла покупать полноразмерку. И вот эти малютки раздавались просто по какой-то, ну, цене дешевле, чем в масс-маркет, да, масс-маркетская что-то в MAC по скидке. И я решила, зачем вообще полноразмерка. Вот им у меня уже, мне кажется, года два с половиной. Я и до сих пор не кончаюсь. А теперь я просто вот насыпаю так пыльничку на свою кисточку и вот фигачу-фигачу себе. И на носик, и на губой. И вот здесь вот очень красивое просто вот свечение золотое. Конечно, хотелось бы палетку от Lime Crime, которую, по-моему, так и называют, да, Highlight, чтобы у меня был этот потрясающий фиолетовый хайлайтер, но она так дорого стоит. И поэтому я просто вот, просто пока живу без нее и радуюсь золотому отливу, который у меня есть благодаря этому пигменту. А фиолетовый подождет. А также я набрела тут на новинку от Essence под названием Hip Girls Wear Blue Jeans Highlighter Stick. Это вот такой вот просто огромный стик хайлайтера. И именно для любителей легкого хайлайтера деликатного я посоветовала эту штуку, поэтому быстрее бегите в магазин, где у вас продаются это, потому что это какая-то летняя, летний запуск, летняя коллекция, то есть как бы это лимитированная фигня. Вот, и я ее точно возьму с собой на море, потому что ярких хайлайтер я с собой точно брать не хочу, а вот эту штучку даже просто на загорелое лицо, без нальника, без всего нанести, сиять, светиться, радоваться жизни. И последнее это губы. Без чего я просто никуда, я все равно, даже если матовая помада выйдет из моды, я все равно буду носить именно матовую помаду, потому что я обожаю, как губы смотрятся с матовой помадой. И сейчас мои два любимчика, это уже на протяжении нескольких месяцев от фирмы КВБ, с сайта Бен Гуд, матовая помада в 18 оттенке, потрясающая, вы про нее просто спрашиваете в каждом видео у меня. Это цвет шикарный, просто пыльной, пепельной розы, я не знаю, вот серьезно, просто потрясающий оттенок. И сейчас я еще полюбила наносить вот эту помаду, а поверх серединку наносить вот этот светлый оттенок от Too Faced Chocolate, Melted Chocolate. Как же оно пахнет какао, просто потрясающе, вот оттенки Chocolate Milkshake, вот этим Chocolate Milkshake и пахнет. Офигенная вещь, сначала наносите, вам кажется, что это просто какой-то блеск, но потом она становится матовой, и вы просто радуетесь жизни. Потрясающая вещь, вот просто серьезно. И вот они вместе просто офигенно. А если я хочу как-то пойти на вечер, то я наношу более какую-то темную матовую помаду, и на серединку наношу опять же вот этот Melted Chocolate в светлом оттенке, и получается такой эффект омбре. Последнее время, если я забываю с собой взять какую-то помаду, то у меня в машине должен лизать бальзам, должен лизать, должен лизать для губ, чтобы я там поехала, намазалась и все. И сейчас мой любимец и стала, вот что я не ожидала, но это Volumizing Lip Booster от Catrice. Яркобы увеличивающая эта вот фигня с пощипыванием и так далее. Боже мой, потрясающая вещь у меня в оттенке 0,40. Я взяла такой, знаете, цвет такой вот немножко, ну на губах твоих, знаете, губы сочные становятся, такие просто красивые. Как же это потрясающее лето, вот ты едешь, тебе жарко, ты идешь, тебе жарко, наносишь это, у тебя покалывание, холодок по губам. Я просто вот серьезно искала во всех фирмах, то есть это как максимайзер от Dior, но Dior как бы дорогой, а это как бы нет. Офигенская вещь, серьезно, вот просто становится так хорошо на душе, когда ты наносишь это на губы. Тебе жарко, ты наносишь это на губы, и все, вот моя жизнь поменялась. Поэтому сейчас всегда у меня в машине она лежит, серьезно, всем советую, всем рекомендую, это самый темный оттенок, там даже есть посветлее розовый такой, и самый светлый, он почти прозрачный, вообще его не видно, так что для тех, кто вообще не хочет цвета на своих губах, то можете взять его, по-моему, я так понимаю, в каком-нибудь там 0,10 оттенке, наверное, будет. В общем, потрясающе, потрясающе, потрясающе. И это все, что у меня было в этой косметичке, это действительно все то, без чего я просто никуда, и что у меня должно быть просто всегда с собой, в поездках, при нанесении своего просто ежедневного макияжа, это те вещи, которые действительно обожаю, люблю, муа, муа, муа. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео, извините то, что я так сильно тараторила, что говорила какую-то фигню, но мне так хотелось с вами пообщаться, и просто мысли текли одна на другой. Я обожаю снимать видео про косметику, я обожаю делиться с вами продуктами, которые мне нравятся, которые я на себе наношу, на себе, вот видите, муа, муа. Я надеюсь, что вы нашли какие-то новые продукты для себя, интересные, может быть, что-то из этого вы пробовали, поэтому пишите мне все, потому что все свои мысли внизу в комментариях, понравилось, не понравилось, так же, если вы хотите узнать, откуда этот у меня блестящий, потрясающий фон, то ставьте свои ласты вверх. Алло, в смысле, я не поняла, сейчас, привет. Ты что на меня запрыгнула-то? Алло, этот голый торс, меня поцарапало. Ага. Откуда этот потрясающий, блестящий фон, то ставьте свои ласты вверх под этим видео, и чем больше ласты вверх наберется, тем скорее я выпущу видео о, собственно, своей доставке с китайского сайта, где я вам расскажу, где я взяла этот фон, и так же в этом же видео я расскажу вам о новинках косметики, то есть о новиночках, которые я себе приобрела, потому что надеюсь, что вам будет так же это интересно, поэтому ставьте свои ласты вверх, и это видео будет как можно сгореть. Вот так же уже его ждет, не дождется. Я вас очень сильно люблю, ставьте свои ласты вверх, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы подписаться, чтобы видеть мои видео первыми. А я вас очень сильно люблю, целую, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...